Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус, и мы сегодня записываем видео для библейского портала Экзегет. Мы продолжаем читать Евангелие от Матфея в соответствии со церковным календарем. Сегодня у нас пятая неделя по Пятидесятнице, воскресный день, и на этот день Устав Православной Церкви полагает чтение из восьмой главы Евангелия от Матфея, где рассказывается о чуде изгнания бесов из страждущих бесноватых людей, проживающих в гергесинской стране, как сказано в Евангелии. «Когда Иисус прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем». Евангелист рассказывает о том, что Господь, переправившись вместе с учениками через Галилейское море, на берегах которого проходила большая часть служения Господа Иисуса Христа, вот Господь переправился через это озеро и пришел в некоторую область, которую Евангелие называют гергесинской страной. И там вот встретили два таких страшных человека. Они были бесноватыми и вели себя таким образом, что не могли быть членами никакого нормального человеческого сообщества, и их выгнали, и жили они в гробах. Мы помним, что в ту эпоху и в той местности погребения, как правило, совершались в пещерах. Тело умершего человека заворачивали в площадницу, в специальную ткань и клали в какую-либо пещеру, и вход в пещеру заваливали большим камнем, они были несколькими камнями, так погребали позже и самого Господа Иисуса Христа, так погребали Лазаря, которого Господь восставил из мертвых. И вот где-то в таких пещерах, где погребали покойных, где этих пещер, видимо, было некоторое количество, и жили эти двое бесноватых. Кто же это такие? Сегодня мы иногда сталкиваемся с вот таким явлением, примерно, как оно описано в Евангелиях или в святоотических текстах или в житиях святых. Да, иногда и сегодня вот бывают люди, которые совершенно отчетливо именно находятся во власти темных духов, бесноватые. Как правило, эти люди где-то около монастырей находятся, вот там их можно увидеть, где-то недалеко от каких-то святынь, они вроде и тянутся, желают исцелиться, и в то же время бесы их не пускают. Но это все-таки редкость сегодня. Часто мы сталкиваемся с людьми, страдающими разными умственными и душевными, психическими заболеваниями, которые ведут себя тоже подобно бесноватым. Иногда нам трудно отделить одно от другого. Иногда совершенно ясно, что здесь речь идет о нездоровье психическом, которое лечится лекарством, а здесь идет речь именно о бесновании. Иногда одно с другим перемешано. Ну, можно сказать, что это такие вот явные случаи, крайние случаи такого буйного поведения людей. Но в более тонком смысле бесноватым можно назвать почти любого человека, кроме святых, кроме тех, кто освободился, вышел в область свободы. Потому что пока человек не достиг святости, то он находится в порабощении греху и порабощении тем темным духом, которые стоят за тем или иным грехом или за теми или иными страстями. Вообще, само слово «страсть» переводится на русский язык как «страдание». Страсть — это церковнославянское слово. И вот мы говорим «страстная седмица». Что это за седмица? Это седмица, как мы вспоминаем, страдание Господа Иисуса Христа. И вот когда мы говорим по отношению к себе, у меня та или иная страсть, то это значит, что мы страдаем от той или иной греховной привычки. Греховная привычка, она всегда приводит человека к страданиям. И всегда приводит к некоторому порабощению. В Евангелии от Иоанна мы можем прочитать такие слова, что «делающий грех есть раб греха». «Познайте истину, и истина сделает вас свободными», — говорит Господь. «Я есть им истина, путь и жизнь». И вот человек, который от страстей освобождается милостью Божией, действием благодати Святого Духа и следуя за Христом, он освобождается от своего обоснования. Пока в нас действуют страсти любые, и лень, и зависть, и уныние, и блудные страсти, какая угодно другая страсть, вот мы не свободны. Но вот как такая вот очень яркая иллюстрация того, до чего может довести такое вот действие бесов, нам Евангелист показывает вот этих гергесинских бесноватых. Они дошли до того, что уже не было им места среди живых, но они жили в области смерти, в области, где погребали этих мертвецов. И вот они вышли, были они весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. Но мы видим, что Господь посмел. И вот они закричали, «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Понятно, что это закричали не сами эти люди, а те бесы, которые жили в этих людях, те темные злые силы, которые в рабстве, в порабощении держали этих несчастных людей. Есть две крайности в отношении к темным силам, которые встречаются в том числе и среди христиан. Одна крайность — это считать, что темная сила — это такая почти выдумка, что это притча, что это персонификация зла, что на самом деле таких духов и нету вовсе, а это просто такой образ, чтобы показать, как зло действует в мире. Это совершенно неверно, потому что Бог, Творец сотворил материальный мир и сотворил духовный мир. Материальный мир населен разными разнообразными живыми существами, и духовный мир тоже населен разнообразными живыми существами. И мы знаем, что ангелы — это общее название для этих духовных существ, живущих в духовном мире. Они тоже, как и человек, имеют свободную волю, и вот часть из них распорядилась свободной волей таким образом, что отвернулась от Творца, избрали путь противления Богу. И вот они есть действительно, на самом деле, темные силы, бесы, демоны. И по своему положению они завидуют людям, завидуют тем, кто как-то пытается все-таки следовать за Богом и божественными заповедями, божественными установлениями. Действительно, очень часто действуют в мире. И вот эта крайность, что это просто притча, эта крайность совершенно неверна. Нет. Часто вот такие люди духовно чувствительные, они вот именно чувствуют, что эти силы рядом с нами, к сожалению, присутствуют. Человек вообще, он по своей природе находится сразу в двух мирах. Мы живем и на Земле, относимся к материальному миру, состоим мы с Земли, созданной Земли. И вместе с тем в нас есть вот бессмертная душа, которая относится к духовному миру. Поэтому мы можем иметь общение и с тем, что нас окружает, материальным, и вот с этими духовными существами, как с демонами, так и с ангелами, с духами, которые служат Богу. И это вот одна крайность. Вторая крайность — это наоборот, придавать слишком много значения действию этих сил. Считать, что буквально все ими определяется, что все от них зависит, это тоже совершенно неверно. Есть такой рассказ, почти анекдотический. Вот один послушник в монастыре решил нарушить пост и стал яйцо, которое он где-то нашел, поджаривать на свечке для того, чтобы съесть это яйцо в строгие постные дни Великого Поста. И когда игумен в этот момент зашел в комнату, увидел, что делает этот послушник, стал негодовать. Как же так, брат, сейчас же пост идет, почему ты жаришь яйцо на свечке? То он сказал, простите, отец игумен, меня бес попутал. И тут вылез из-за печки самый настоящий бес и говорит, нет, я тут ни при чем, я просто хотел посмотреть, как жарят яйцо на свечке, потому что никогда не видел такого интересного зрелища. Вот это такой анекдот, но он показывает, что мы очень часто ответственность за какие-то свои собственные решения, за какие-то свои собственные поступки пытаемся переложить на эти темные силы. Мы считаем, что они слишком много действия в нашей жизни имеют, и это тоже неверно. Против христианина, против имени Христа эти силы не имеют никакой власти до тех пор, пока сами мы добровольно не пускаем их в свою жизнь. Но вот эти люди, гергесинские весноваты, они пустили их в свою жизнь, и эти бесы действительно полностью овладели этими людьми. И вот они, когда увидели пришествие Господа, они сказали, что тебе до нас, Иисус, Сын Божий, пришел ты сюда прежде времени мучить нас. Они понимают, что приближение Сына Божия — это огонь, который сейчас поджжет их. Они, будучи целиком в области зла, они не могут быть там, куда входит Господь, туда, куда входит Сын Божий. Бесы веруют и трепещут, говорил апостол Иаков, апостол Иаков, брат Божий, брат Господень, Первый Архиерей Иерусалимский. И здесь вот мы видим действительно, что вера бесов, она такая очень явная, они понимают, кто пришел. Сами эти бесноватые, может быть, не понимали, может быть, в этот момент ученики еще не до конца осознавали, за кем они идут. А вот эти бесы знают. Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий, пришел ты сюда прежде времени мучить нас. И мы видим и отношение самого Спасителя, который разделяет грешника и грех, того, кто страждет от действия этих злых сил, и сами злые силы, которые оказывают вот такое враждебное влияние на человека. Вот мы очень часто так не умеем. Если какой-то человек сделал зло или сделал что-то нехорошее, или подвержен какой-то дурной привычке, страсти, то мы очень часто обвиняем, судим этого человека. А взгляд Божий, он взгляд другой, что грешника и грех надо уметь разделить. Того, кто является орудием какого-то зла, и само это зло надо разделить. Грех, который совершает человек, это прежде всего рана, которую он наносит сам себе. Если это большое зло, то это большая рана, которую он наносит сам себе. И вот такой еще христианский правильный взгляд — это пожалеть грешника и вместе с тем быть нетерпимым по отношению к злу, но не к тому, кто творит это зло. Вот мы должны учиться такому взгляду. И вот Господь, Он именно так смотрел. Он изгнал этих бесов, как мы сейчас прочитаем, и спас тем самым тех людей, которые были одержимы этими злыми силами. «Вдали же от них послось большое стадо свиней, и бесы просили его, если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». Сам этот факт примечателен, что там послось большое стадо свиней. Он показывает, как жили вообще люди, населявшие вот эту гиргесинскую страну, эту местность. Мы понимаем, что в Ветхом Завете свинья была признана нечистым животным, и вкушение свиного мяса, разведение свиней категорически запрещалось Моисеевым законам. И тот факт, что там послось целое стадо свиней, это очень показательный факт. Это значит, что люди, которые населяли эту местность, они в последнюю очередь думали о благочестии и о соблюдении заповедей Божьих. И, может быть, потому-то среди них вот так охотно и поселялись эти злые силы. И вот бесы просят, «Господи, если ты нас выгонишь, они уже понимают, что им не удержаться в этих людях, которыми они завладели. Больше уже не будут эти бесновации жить при гробах. Господь сейчас исцелит их и бесов выгонит». Но они духовные существа, и они вот настолько поражены злом, что им вот нужно как-то за что-то зацепиться, чтобы не утратить вообще свое существование. В самом зле есть вот нечто парадоксальное в его существовании, потому что даже многие философы и мыслители, они вот очень интересно об этом рассуждали, что зло — это несуществование. Вот так же, как тьма, это не что-то, это отсутствие света. Так же вот зло — это не какая-то реальность, а это, наоборот, то, что противная реальность, это некоторая болезнь, которая поражает реальность. И вот нужен какой-то носитель. И вот эти бесы говорят, «Пусти нас, Господи, хотя бы в это стадо свиней». И Господь позволил. И Он сказал им, «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиное бросилось крутизной в море и погибло в воде. Мы видим, что вот этим движением Господь позволил бесам войти в это свиное стадо. Стадо погибло, то есть бесы показали свою суть, показали, вот к чему они приводят. Вот бесноватых этих людей они привели к тому, что те ушли из общества живых и поселились в гробах с мертвыми. Когда они пришли в стадо, то стадо стало себя вести, вот как тоже буйно помешанный, бросилось с обрыва в море, погибло. Этот путь, это путь смерти, это путь погибели, путь служения сатане и его силам, бесам, это путь погибели. Вот когда происходят крестины, когда крестятся маленький ребеночек, то за него это крестные родители говорят, когда крестятся взрослые человек, то он сам за себя говорит. Это произносят очень важные слова, это, можно сказать, обещания, обеты крещальные, которые человек дает на всю жизнь. Священник спрашивает во время крестин, отрицаешься ли ты сатаны, всего служения его, всей гордыни его. И человек должен сказать, отрицаюсь. Сочетаешься ли ты со Христом? Да, сочетаюсь. И это действительно два пути жизни. Эти слова, это целая жизненная программа, потому что вся наша жизнь состоит из последовательности таких выборов, когда мы что-то выбираем, как нам поступить. Иногда это очень ясно, вот, жениться или не жениться, выйти замуж, не выйти замуж, быть христианином или быть вдали от церкви. И понятно, что как мы выберем, так на много лет вперед мы определяем свою жизнь, а в значительной степени и жизнь своих близких. Иногда это не так явно. Поздороваться с человеком или пройти мимо, не заметить его. Если поздороваться, то как именно? Здравствуй, привет, добрый день, какое именно слово сказать? И не всегда мы успеваем подумать головой, но в сердце всегда мы делаем какой-то выбор. Конечно, очень редко бывает понятно, что вот это хорошо и это плохо. Гораздо чаще, как в русских сказках, направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, жизнью расстанешься. Как выбирать? И вот для христианина самые главные должны быть слова, самый главный критерий должен быть этого выбора. Это вот те слова, которые мы произнесли во время крещения. Мы отрицаемся от Сатаны. Сатана хочет вот ненависти, гибели, вот как мы здесь читаем из этого евангельского отрывка. Он хочет безбожия и погибели в конечном счете. Сатана хочет, чтобы мы обманывали друг друга, чтобы делали всякие гадости, подлости, чтобы жили бы, забывая о Боге. И вот если мы выбор делаем и льем при этом воду на эту мельницу, если мы поступаем так, что мы этому служим, ненависть и раздор, всему, что хочет от нас Сатана, то мы нарушаем наш крещальный обет. Если мы поступаем так, как Христос мог бы поступить, мы с Ним соединены, сочетались в крещении, значит, мы должны поступать так, как Он поступал. То вот тогда мы идем путем жизни. И вот в древнехристианской литературе как раз очень много об этом говорится, о том, что есть два пути, путь жизни и путь смерти. И вот здесь Евангелист Матфей нам очень ясно показывает, что вот этот путь, тем, которым бесына стараются вести, это именно путь смерти. Все стадо свино бросилось крутиздо в море и погибло в воде. Сначала люди, одержимые бесами, ушли к мертвым, а теперь стадо тоже погибло в этой воде. Вот такие события. И что происходит дальше? Пастухи побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. Пастухи, которые пасли это стадо свиней, они увидели, что произошло, конечно, помчались рассказывать, как они рассказали, наверное, пришел великий святой, избавил и исцелил наших бесноватых, которые вот такие были, буйные, что к ним даже подходить было нельзя, очистил от скверны нас, потому что мы вот забыли Бога и стали свиней разводить. Нет, совсем другой был рассказ. Они рассказали таким образом, что весь город вышел навстречу Иисусу и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Не нужен им такой святой. Да, эти бесноватые исцелились, но это для них не так важно. А вот что погибло их имущество, что погибли их свиньи, что пришла угроза их нечестивой жизни, что пришло обличение той жизнью, в которой они пребывали, вот это для них страшно. И поэтому они просят, чтобы Господь ушел из их пределов. И тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. Господь послушался их, действительно не остался в этом месте, а ушел туда, откуда он начинал свой путь. И это удивительно. Не так удивительно, что эти люди выгоняли Господа. Вот очень часто, когда проповедники говорят об этом Евангелии, всегда вот с таким осуждением относятся к этим людям. Как же так они могли изгнать Господа? Как же они могли не увидеть вот эту милость и любовь воплощенную, пришедшую к ним? Но ведь мы, на самом деле, очень часто тоже живем точно так же. И бывает, что даже и христианин, который называется практикующим христианином, воцерковленным христианином, он, на самом деле, тоже, вот по сути дела, говорит, нет, Господи, я вот воскресенье, да, я готов с тобой встречаться в храме воскресенья, но только не в остальное время, не в остальные дни недели. Вот не входи ко мне, оставь меня жить так, как я хочу, потому что, если ты придешь, то слишком много придется поменять в моей жизни. Если ты войдешь в мою жизнь, то слишком сильно мне придется изменить все то, чем я живу. Вот если мы очень по-честному отнесемся к своей жизни и спросим, а хотим ли мы, чтобы Божья правда и Божья победа восторжествовала бы в нашей жизни? Нам будет сложно ответить, да, потому что мы знаем, что много у нас такого, что приобретено и обманом, и нечестием, и скверной, и всяким грехом. И вот если все это разрушится, что останется в нашей жизни тогда? Вот, поэтому вот именно так отнеслись жители гиргесинской страны. Нет, Господи, мы не хотим, чтобы Ты входил в нашу жизнь, мы хотим жить в нашей скверне, в нашей нечистоте и воспитывать свиней то, что Ты запретил нам делать. И такой вот путь настоящего следования за Христом подразумевает некоторое самоотвержение. Да, Господи, приди и очисти во мне то, что является неправдой, помоги мне превратить это в правду. И я понимаю, что да, какая-то часть, даже имущество моего, может быть, уйдет в этой связи, но я хочу идти за Тобой. Вот дай нам Бог именно так быть настроенными, просить Господа, чтобы Он сподобил нас идти путем жизни, а не путем смерти, учиться отличать грешника и грех и следовать вот за той любовью, за той милостью, которая пришла на землю, воплотилась, жила среди нас и открыла нам вот этот путь, путь истины и жизни. И если это так, то тогда мы имеем возможность вот освобождаться постепенно от того беснования, от той держимости, которая вот в какой-то степени присутствует и в нашей жизни, исцеляться и идти от гробов, от смерти к жизни, к жизни с Богом и к жизни вечной. Субтитры создавал DimaTorzok